Худрук оркестра Антон Лубченко не за дирижерским пультом, а за роялем. Музыканты репетируют воскресную программу под названием «Концерт без дирижера». Сегодня такая практика мало распространена, а вот 200 лет назад капельмейстеры не дирижировали, а сидели за фортепиано либо играли на скрипке. Одним из первых палочку в руки взял Мендельсон в начале 19 века. Такой концерт, он, конечно, необычный, он не будет постоянной практикой, но он дает возможность нашим музыкантам немножечко более свободно отнестись к партитуре и немножко помузицировать, потому что все-таки дирижер – это диктатор. Мы на сцене в данном случае будем себя чувствовать, наверное, ближе к джазовым музыкантам даже, да, или, может быть, там, рок-музыкантам, когда музыканты ориентируются друг на друга, помогают друг другу искать краски прямо во время исполнения. Это немножечко импровизированный концерт. 21 апреля прозвучат фортепианные концерты Моцарта, Шумана, Чайковского и Шестаковича. Будет исполненный камерный концерт собственного сочинения дирижера Сочинского симфонического оркестра Антона Лубченко. А 8 мая в Зимнем театре пройдет музыкальный вечер, посвященный Дню Победы и 80-летию композитора Валерия Гаврилина. Сочинский оркестр вместе с хорами и приглашенными солистами Мариинского театра и Театра Станиславского и Немировича Данченко впервые исполнит вокально-симфоническую поэму Гаврилина «Военные письма». Концерт пройдет в рамках проекта «Гаврилинский мост». Он объединит Сочи, Санкт-Петербург и родину композитора Вологду.